Все годы в названии форума присутствует цифра 15-20, а означает она официальную ширину колеи железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. В целом же стратегическое партнерство 15-20 считается уникальным международным бизнес-форумом, который призван скоординировать усилия всех участников транспортного рынка Евразии, создать максимально комфортную среду для перемещения пассажиров и грузов. Акцент деловой программы сделан на поиске баланса интересов, гарантирующих развитие всех субъектов пространства 15-20. Планируется в эти дни подписание ряда соглашений, которые, как отметил президент российских железных дорог, связаны с научно-технической составляющей. Отдельную дискуссию посвятят теме создания высокоскоростного сообщения. На сегодняшний день определяются компании, готовые взять на себя ответственность за создание такой инфраструктуры и в целом за развитие ЖД-транспорта высоких скоростей. На сегодняшний день, наверное, я могу сказать, что мы получили достаточно мощную поддержку в лице специалистов, экспертов и министра самого, Министерства экономического развития, при том, что мы серьезнейшим образом доработали и переработали финансовую модель этого проекта. И она сегодня выглядит вполне соответствующим тем целям, которые мы перед собой ставим. Что касается Сочи, то на сегодняшний день, отмечает Якунин, здесь уже создана принципиально новая транспортная инфраструктура. На курорте построены сотни километров автомобильных и железных дорог, десятки мостов, развязок и тоннелей. Преобразования в этой сфере города называют революционными. Построены и такие уникальные объекты, как дублер курортного проспекта и совмещенная дорога, которая обеспечивает транспортную связь между прибрежным и горным кластерами. ЖД-транспорт, отмечает глава города Анатолий Пахомов, для Сочи стал общественным. Сегодня город живет без пробок. Наверное, никто даже не мечтал, что придет такое время. Вот роль российских железных дорог в этом очень значимая. Сегодня электричка, ласточка для города Сочи, это равносильно то, что в Москве метро. Это на самом деле такой транспорт, который очень выгоден, очень удобен, очень точен. И я еще раз хочу сказать, что он же и создает нам хорошую экологию, он же создает нам хорошую логистику. То есть, по большому счету, это и есть перспектива, к которой мы должны прийти. А чтобы электрички ходили чаще, они не должны быть убыточными. Дело за горожанами, отмечает мэр. Будет спрос, будет и предложение. РЖД, как отметили на встрече, готова привезти в Сочи необходимое количество составов. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.